всем здарова ребятки меня зовут павел и рад приветствовать вас в новой серии прохождения medieval dynasty и первое о чем я хочу вам рассказать я блин заманался короче у меня созрел гениальнейший план барабан план капкан называйте как хотите я решил что с момента предыдущей серии хорошим выбором для меня будет за кадром прокачать стройку ремесло ну там и охоту короче и дело было летом а сейчас как вы видите осень уже вот я прошел парочку квестов там нужно было построить 15 зданий и убить лося медведя и зубра во-первых зубр мне навалял мне пришлось пару раз загрузиться я не знал что эта штука так быстро бегает ну и не снял но мы еще на зубров походим я думаю вот я строил дома вот возле амбара там разрушал их строил потом опять разрушал тем самым фармил опыт ну-ка пропусти меня охотился попал наш чел уснул парень да нет вроде нет и в общем где тут мой интерфейс надо разложить часть предметов которые я принес нашел там лагерь чё-то где-то на дыбал подготовила тут корзинку плетеную тут меня флаконов много достаточно такие дела я короче немножко заманался убил реального времени несколько часов пока это все дело прокачал и цель-то была основная какая я же еще запарился с созданием этих долбанных полей и это было долго сложным мусор да о чем не с полями произошло я их не убрал и они короче еще в начале лета я вот здесь на этом месте где дома строил вот так вот делал выбирал здание земледелие поля выстраивал их выкапывал потом удалял и так много много раз капуста есть давайте к соберем цель-то была какая я хотел в новой серии вот в этой наконец-то добраться до такой постройки как осел вернее загон для ослов вот цикличные действия по прокачке мне показывать не хотелось я включил музычку налил себе вкусного привкусного чайку и все это дело прокачал но это блин жесть если честно это уже не первый большой лук я нашел в лагере в охотничьем точность 46 нифига себе и сейчас мы вот что с вами будем делать мы значит зайдем я сложил одежду как и хотел нашел всякой фигни тут в этих лагерях окунь плотва мясо морковь нафиг все это продам включая вино кстати там где-то вино оставлял капусту пока что сложу с мясом сделаю похлебку из этого всего вот не нужно сейчас отсортировать немножко покрывала нашел еще прикиньте не знаю для чего она а это подарок украшение украшенная покрывала для практичных людей прекрасный подарок для флирта ой не знаю нафиг она не нужно а не могу переместить тут у нас место кончилось череп зубра вот тут вот я собрал длинный меховой капюшон надо было к одежде его хотя нафиг и 72 процента оставлю так хочу еще мне нужно отсюда ведро ведро короче а строге нашел все это дело сейчас продам потому что судя по вашему фидбэку там осел стоит почти три рубаса или четыре там три с чем-то вот я жизненно необходимым считаю купить осла скидываем сюда все лишнее начнем у у меня деревянный флакон у меня откуда а я зелье выпил да сколько у нас здесь слишком много всего давайте вот так делаем придется выкинуть все лишнее такой беспорядок тут какой-то хаос вот так короче скину все лишнее пока что на землю потом приду за кадром разберусь хочу идти в магазин все продать те где 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 блин представляете я забыл куда я скинул мне тут вино где-то лежала блин вот у меня лук здесь же лежит короче там был квест нужно было прежде чем идти на охоту квест назывался крупная дичь нужно было убить зубра лося медведя там нужно чтобы либо купить либо скрафтить лук я короче скрафтил он мне оказывается здесь лежала я совсем забыл ну ладно и ничего страшного мелочи где вино куда я дел вино вот же она вишневое вино ну точно забираем нас тут 41 килограмм уже берем вот эту штуку среднюю плетеную корзину и погнали в гастовию продавать флаконы чтобы появились деньги теперь уже на осла и и и на схемы кстати базовые тоже базовые там типа столы забор вот я прокачал еще вот дома я строил для того чтобы прокачалась эта история дом большой хотел вот и добился этого в итоге с горем пополам и не стал короче я думал что не буду покупать инструмент ну молотки решил для себя все я буду крафтить их чтобы у меня еще попутно ремесло качалась такое идея блин фикс я и когда поменялось лето на осень я сейчас скрин добавлю пришел короче торговец но там типа какое-то событие в игре случилось никакой анимации нет просто картинка ну то есть нужно выбрать варианты ответа пришел торговец горит дадите денег дам полезный совет по дипломатии не дадите не надо а можно было ему еще на хамить короче послать его я дал ему 200 монет ну там уже было как бы фиксированная сумма вот он мне бустанул дипломатию прикольно мне понравилось вот это и ивенты конечно хорошие и немножко чё 7 дней в сезоне наверное вас послушаю сделаю 4 потому что вроде как первый год но с другой стороны нормально идем чё я не особо спешу но но не настолько не особо спешу чтобы показывать прохождение двухчасовую там часовую рубку деревья сбор камней этим буре в лесу летом когда youtube мылит зеленую картинку что-то люди появились на час глянуть и сразу короче идем к до бронеги вот те корзина я из нее сейчас возьму флаконы нет я вот так возьму и я хочу посмотреть вот это вообще чё а этот короче парень торговец где навыки дипломатия что тут прокачалась охота да и и все или нет в общем тут помимо дипломатии по моему только выживание на один уровень выросла я взял вот эту фигню типа устойчивость к алкоголю ну так чисто посмотреть чуть такое я все все ваши прочитал комментарии да я я уже понял что лоханулся что изначально нужно было выбирать вот эти все знания выживания которые бустуют опыта потом дойдя до травника второго уровня сделать зелье аннулировать все уже выбрать нужны я понял что я наступил ну чё бывает в дипломатии вон чё обустанулась смотрите навык эмпатия выявление натуры не игровых персонажей в процессе разговора мне дали 2 очка я вот выбрал вот эту штуку или одно он не дал до одно да это каком-то из этих уровней охота по моему или выживание дало 2 очка а до выживание дало 2 очка вот я вот крепкоголового взял и крепче дуба теперь у меня 130 единиц здоровья и теперь неубиваемый халк не зачем я это показал за тем чтобы я еще сам просто не видел как работает этот навык прида хенрик энрик и эдбурга оскар пока что не алё и насколько я понял вот эта штука вот она как да ну и чё вы мне расскажете если вот фрида а чё эдбурга у них видимо тройка это максимальный уровень до который они могут там бревно лежит а как там бревно оказалось ну ладно воровать я уже точно не хочу блин слишком низкий уровень выносливости почему так вот прида тройка добыча охота на один сельское хозяйство тройка дипломатия тройка выживание охота или собирательство это на единичку и производство на тройку хенрик который сказал что он там продавец у него дипломатия на тройку ясно понятно все с вами понятно блин вот эта штука с выносливостью конечно подстала здорово брони яга как ваше имя привет вот эта реплика россии мир очень приятно да у тебя две тысячи триста монет хорошо я сейчас возьму вот тут вот на виду деревянный флакон них 4000 и я начну тебе потихонечку все продавать пять веток деревянная чаша деревянный флакон покрывала не отдам вишневое вино лук морковь окунь латву сушеную рыбу сам съем не отдам ягодное вино задежда ничего из инструментов бронзовая стрела дубина железные стрелы все топоры работникам отдам тебе ничего не отдам а строго 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 простой факел три сумки нифига себе не сумки мы себе тоже оставим простой факел на и у тебя остается 1600 и ну на на все остальное флаконы до свидания спасибо большое за сделочку завираем среднюю корзину я как стою вот так корзина плетеная корзинка выбросить и флаконы выбросить хорошо идем к следующему продавцу кто тут есть не вижу вот есть наш любимый эдвин который торгует семенами кстати 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 эдвин и остановись я кнопку не отжал так вот так поставим выберем здесь вот блин придется взять в руки короче эдвин здорово я хотел с тобой поторговать у тебя 1200 так дай мне пожалуйста во первых а сколько у нас там льняного семени 300 единиц по моему да с вами было лен брать не будем мак овес мелья еще там находил ахмель для чего ну понятно садах круглый год для выращивания хмели ничего себе саженец вишни груши сливы и яблони вы знаете я бы хотел купить как минимум четыре саженца вишни да и яблони раз два три четыре тоже на остальное пока нет у меня что у тебя еще есть удобрения блин я щас только удобрения не унесу свекла морковь капуста пом 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 но у нас в принципе терпит я планирую засадить следующего поля капуста лук да кстати вот можно ну-ка давай лука купим 30 моркови купим 30 да и свеклу тоже давайте 30 пускай валяется ничего страшного ржи купим по 40 овес тоже купим 40 пускай будет мак 40 лен есть пшеницы нет пшеницу тоже 40 покупаем во примерно так теперь эдвин забираю меня флаконы сколько можешь на 4000 монет большое тебе спасибо ой а я уже их продаю за 2 и 1 лей раньше продавал за столько не заметил до свидания эдвин большое спасибо за сделку выходим выкидываем корзинку и выкидываем флаконы все еще бы я перекусил и попил бы где мне тут сушеная рыба странно что сушеная рыба не забирают у нас воду блин бурдюк надо пополнить плетеная корзинка в руки и пойдем дальше где у нас там кто у нас ближайшие кстати да еще большое спасибо я-то думал у нас еда в таверне готовится до сих пор почему-то я так думал оказывается вот кухня теперь она маленькая вот такая миниатюрная таверна я так и не понял для чего так адельина здорово 1357 нам она забирай добрую половину наших деревянных плаконов да не тебе хорошего денечка где у нас парень который об саби мир здорово нормально живем у тебя и корм есть сколько корм стоит о не давай следующий раз как-нибудь забирай все флаконы что сможешь класс мы уже вышли на такие объемы флаконов и всякого такого что это наши первые 10000 получается по моему супер разимир 18 летний предприимчивый парень до класс и чем дальше с вами делаем все лишнее я значится продал а перечи то перечи будем делать давеча сейчас мы с вами возьмем сколько нам нужно ресурсов на фундамент большого дома здесь что то есть нет здесь ничего нет нужно короче запастись камнем получается но камень мы можем отнести в корзинке логично логично нам нужно запастись бревнами ах бревна то в корзинки уже и не унесешь а бревен по любому нужно много помимо этого всего бревна доски нужны также нам нужны камни бревна доски и вроде бы все чтобы построить большой дом свой я здесь уже был до очень хочу построить и задекорировать по возможности сразу помимо этого нам понадобится дерево технологии загон для ослов а здесь не написано а как то так почему здание животноводство получается да тип животноводничество с кого проживать на помещение здесь содержится приобретенные ослы я понял у него какая вообще крыши то это судя по всему я надеюсь это доски до больше похоже на доски и для этого в общем нам нужны и доски камень и бревна ну хорошо кажется декор отсюда потихонечку переедет несмотря на то что у меня работники молодцы пока я там гулял вот это все прокачивался они натаскали нормально так всего блин слитки с рудой что не не забрал тоже продать надо было ну ладно это не беда нам нужна солома по любому потому что там же и колодец надо построить такое 14 килограмм на солому льняная нить нужна ли нам сейчас льняная нить до нужно на освещение железный слит так вот это все нам не нужно мотыги 2 надо будет перед так перетараканить туда что это деревянные крафтил ремесло хотел прокачать надо было просто не париться этими пользоваться бревна здесь у нас 22 бревна валяется здесь 87 гниль кстати появилась в этой вот там вот компостной куча все эти ягоды перегнили 600 штучек тут так 20 чем-то 87 бревен 159 231 камень так ну на дом то точно хватит правильно я понял нам же еще этих гавриков надо перевести а как мы их с вами перевезем нужно подумать давайте-ка раскинем мозга немножечко как это план продумаем значит чтобы вот этих двух работников куда переселить дом для главного героя построить недостаточно нужно еще построить дом для них и вот я уже хочу избавиться от соломенных крыш не хотелось бы чтобы новые постройки были такими low уровень до не низкого уровня ветхими как правильно сказать с жилым помещением разберемся поставим им нужна житница и склад а я могу какой склад строить по моему здание хранилища хранилища 3 строить не могу могу 2 блин но она по моему уже из этих из бревен серьезно житница 2 уровня через столько очков и ну это прям это надо не наверное нужно большими посевами заниматься до грядками не так как я дрочится извините смысле не так как я безумно строить маленькие грядочки нужно прям основательно подойти к этому вопросу я-то набрал опыт повторяя монотонно одни и те же действия там по чуть-чуть очков добавлялась житница будет первого уровня ой-то и ничего страшного нам же этого пока вполне хватит сколько тут сундуке 500 килограмм ой а похлебка то уже собственно не первой свежести получается ну и ладно а вода не портится настаивается видимо нам нужен будет колодец два хранилища и место жительства плюс место работы только это уже место работы будет наверное не лесопилка а шалаш этих землекопов как он называется а да все правильно так и называется шалаш землекопов чтобы работники добывали там камни глину известняк и соль насчет соли я не знаю нам пока вроде не нужно но однозначно надо этот камень и глину известняк они камень вручную собирают интересные или кирками ладно это не суть у нас сейчас есть 10000 и блин надо открыть посмотреть ну ладно условно четверку стоит осел нам же один пока нужен на нем ездить-то хватит построить для осла нужно будет вот эту как правильно посмотри здание для осла в общем первым делом я думаю да и домики соответственно ему еще нужен корм корм мы будем тоже закупать пока что у это не скажет такую вещь если я на осле езжу ему корм вообще нужен давай да надо проверим короче положим корм который у нас мы скрафтили где он валялся вот тут или тут не суть корм который мы скрафтили мы положим и пока ездим на осле проверим он вообще по ночам там пока главный герой спит он вообще расходуется или нет соответственно из 10 тысяч вычитаем 4 остается 6 открываем дерево технологий и идем сначала по схемам которых меньше всего вот здесь они пом-пом-пом-пом-пом здесь корм мы уже купили нужно изучить штукатурку и муку по соточки стоит пускай будет штукатурка нам нужна для того чтобы утеплять деревянные стены это понятно мука нам нужна для приготовления блюд на кухне делается кстати просто из 5 овсяных овсяных и зерен да хорошо далее начнем со строительства тут у нас лежачий пень исключительно для красоты может использоваться сельскими жителями одно бревно серьезно он один с одного бревна делается очевидно 3 4 максимум часть бревна 1 ну ладно дровяной сарай здесь у нас куплено все простой дом дальше вот тут уже хочется деревянный стол нужно взять деревянная скамья для декора нужно взять на ней могут сидеть как я понял штора украшение добавляет красоты в мир можно повесить на окно льняная ткань и льняная нить так и деревянная полка деревянная полка дешево насчет шторы пока подумаем далее шалаш землекопов открывает нам кисейную занавеску дощатую дверь дощатую прошу прощения и глиняный вазон деревянный забор декоративное изделие для красоты пока не хочу далее в хранилище 2 нам доступна укрепленная деревянная дверь полки полки украшений соломки 250 стоит нормально бревенчатый забор вот для чего и куда у нас уйдет все дерево парам пам 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 ну выглядит нормально 800 по ком стоит и и колотить дощатый забор так дощатый забор же проще строить потому что одно бревно это две доски соответственно одна секция дощатого забора это три бревна получается а у бревенчатого забора 6 бревен на одну секцию ой блин так хочется посмотреть что там за дощатый забор он ровненький наверное да по любому ладно оставлю пока и вот это я подумаю за кадром как для декора просто мне кажется что бревенчатый забор как если если он используется как ограждение всего поселения то эта штука выглядит массивно все-таки это до бревна сложенные в ряд это что-то такое что внушает доверие что-то конструкция которая чего-то якобы там защищает и так далее бревенчатый забор другое дело он не особо ну более неказистый да скорее всего чем дощатый что-то еще есть деревянная полка цветочный подвес по 6 цветов ничего себе еще и 8 ниток на него и 40 соломы блин спасибо за совет постоянно собирать солом потому что вот я сейчас что-то куда не посмотрю на корм солома сюда солома обалдеть хорошо что ее хоть на карте повозки кали везде а вот для чего железный слиток нужен точно деревянный вазон это тоже пока декор пока что придержим далее мастерская у нас тут идет в ремесло деревянный ковш деревянная ложка не надо из блюд на кухне но у нас кроме капусты пока что ничего не выросло и льна нам это все пока не не нужно мы все равно скорее всего следующие грядки большие уже основательно будем разрабатывать летом следующем соответственно пока что это нам не нужно кузница вот кузница уже мне посоветовали взять медные инструменты аргументировали ребята это тем что пока я дойду до шахты там она где-то вот в конце где-то там да она через три с половиной тысячи очков на секундочку а это их хохо и как мне ребята объяснили в комментариях шахта ставится внутри пещеры короче которая ведет куда-то вглубь и вот там железо в первых верхних уровнях как я понял шахты сейчас вот это все типа меди и мне настоятельно рекомендовали взять именно рецепты медных инструментов чтобы начать ходить в вот в эти пещеры самостоятельно там или ребят отправлять поселенцев и делать медные инструменты самому и может быть там ну там продавать или обеспечивать поселение так далее и я думаю что на данный момент как мне кажется у нас по любому с вами будут охотники так или иначе соответственно охотником в охотничий домик нужны ножи у нас будет кузнец который будет делать ножи а также у нас будут лесники и лесорубы им нужны будут топоры блин здесь четыре слитка тут два слитка и уже вроде когда получается нормально так 6 слитков я что-то не вижу тут кирки и лопаты лопату вижу лопата нам понадобится для глины из залежей извлечение глины из залежей а первоначальная ли это вообще задача для поселенцев глина я думаю нет пока что не будем трогать лопату медный молоток за сотку ну такое себе сомнительно тоже не хочу медный серп может использоваться для уборки урожая вот берем медный серп и медную мотыгу для ребят которые будут работать в поле вот хорошо серп мотыга нож топор вроде бы пока что кирки только не туда кирки придется им носить какие-нибудь швейная лавка тут что он пум-пум-пум-пум из одежды тут что-то не особо да вот тут есть рецепт тюка хочу узнать его тип мебели может служить контейнером малой вместимости сотку стоит возьму пока что для седла тут что-то слишком много всего хотя его могу самостоятельно взрослые изготовить у меня в принципе хвата а нет мне там железная не оловянные слитки ну ладно купим рецепт сумки из одежды пока что ничего трогать не будем а вот только мешок купим тоже тип мебели мастерская тут что обычный факел наконец-то да я я вот их до сих пор находил в этих лесных лагерях там еще где-то они разбросаны там в телегах в обычный факел дольше служит я его куплю чтобы его делать две ветки две кожи нормально уже семь с половиной тысяч из вот этого всего декора тоже пока ничего брать не буду кузница 2 бронзовый инструмент блин что-то я не посмотрел надо было тогда сразу в бронзу выходить что ли но тут уже есть кирка кирка никогда не определюсь как правильно произносить это слово вот этот рецепт мы берем бронзовая кирка кирка короче ковырялка мотыга мотыга у нас есть медная лопата у нас есть медная коса может использоваться для сборки урожая имеет больше радиус действия чем серп то есть теории наши ребята большие грядки будут убирать быстрее но мы сначала серпом попробуем может быть они с серпом справятся бронзовый молоток нет это не надо медный болт бронзовый то есть и тут вот интересная графа с арбалетом и насколько вы мне объяснили арбалет можно легко найти противном случае купить его но тут рецепт стоит он это же деревянный да там еще какой то есть в общем я сначала его найду попробую может мне не понравится может не лук больше понравится просто из-за задержки стрельбе швейная лавка вот тут мне нужно купить парочку рецептов шерстяная нить ага шерстяная ткань сразу и наверное ой тут безрукавка есть а чё не вся одежда изготавливай ой то есть они вся одежда продается в магазине судя по всему до плюс 10 защита от жары плюс 10 защита от холода тип одежды используется для ношения и контроля температуры линка тут все интересно может быть действительно не все что производится в игре не все продается накидка идет вместо льняной рубахи плюс 10 защита от жары и плюс 10 защиты от холода вот у меня она сейчас так секундочку а чем тогда отличается льняная рубаха от вот этой вот самой накидки я ее потерял вот она а я безрукавку вообще смотрел вот я невнимательный защита безрукавка я видел в продаже безрукавку плюс 10 плюс 10 а накидка минус 5 от жары и плюс 15 от холода ясно понятно я все понял в графе выживания в этих схемах мы ничего не трогаем здесь травники тоже ничего не трогаем рыбацкая хижина каменный очаг пробуем сразу малый не вот нет нити слишком много надо не пробуем малый не вот мы походничьим домики берем изогнутый лук хочу его попробовать тут нужно кожа льняная нить насколько я понял изогнутый лук это самый крутой лук который вообще есть поэтому берем его за полторашку и у нас остается пятерик пятерик это извините будьте здрасте уже до хотелось бы взглянуть еще раз на заборы 1800 мне понадобится чтобы купить забор ворота из досок и еще плюс 1600 чтобы купить то же самое но из бревен сейчас посмотрю что я могу отсюда продать короче этот пытался поместить ресурсов корзину ничего не нашел на продажу что можно еще продать и срубить еще монет чтобы начать строить забор к сожалению ничего такого не нашел но это ничего страшного нужно идти в сторону деревне кутки она же тут ки ой чем не тут а это я искал зубров короче где обычная карта то вот это да сейчас возьму ресурсы и пойду вот на это место и буду скидывать там ресурсы именно камень бревна доски и так далее все это дело туда перенесу подключусь наверное уже утках чтобы просто времени тратить а нет мы сначала с вами построим а потом пойдем в кутки да такие дела я кое-как просто не хотелось несколько раз бегать я кое-как нагрузил свой инвентарь там чуть-чуть бревен чуть-чуть досок взял и потихонечку потихонечку сначала засунул в плеченую корзину камень потом ветки и солому загрузил и вот таким образом потихонечку с небольшим перегрузом здесь сейчас пойду 550 метров я думаю что стоит вообще по воде хотя же там вроде медленнее да идет он по воде придется по тропинке идти потихонечку короче ползу я уже иду немножечко быстрее потому что я перекинул мой выкинул из инвентаря лишние бревна но как лишние я за ними просто приду еще разок ну схожу два раза так и быть просто медленно идти один раз вообще не вкатывает это прям не очень и вот хотелось бы чтобы палка не выпало куда куда стой быстрее поднимай а я могу ее нести 71 из 85 так они немного весят ну и хорошо понесли чё а я уже перетрухнул думаю все ну погнали чё пока бегу короче обратно какие красивые тут виды вообще с факелом ночью атмосфера просто ламповая дико ламповая хочу обставить все свое будущее поселение город по киллами максимально и чтобы по ночам осенью или весной или летом все было усеяно этими факелами чтобы было это безумно красиво вот кстати как у нас сейчас они выглядят ну ка свой факел уберем пока что что-то он ходит патрулирует да прикольно ну выглядит но они маленькие эти факела это не фонари но уже более менее неплохо хотя светят так себя вот так вот если screen чисто сделать все равно такое да надо большие фонари короче все перенес и забыл что мне нужно сделать молоток надо было взять собой железный а еще пока этом доске делал партию мне дали четвертый уровень ремесла и два очка навыков и и и и и и блин а чё я заранее не вкачал его давайте конечно я хочу увеличить ой подождите увеличение переносимого веса на 10 килограмм а то есть еще на 5 до у нас сейчас сколько 75 берем и у нас становится 80 хорошо пусть будет так в навыке ремесло мы можем что сделать либо бустануть опыт на 5 процентов для ремесла да давайте опыт бустанем на 5 процентов но быстрее будет тек и нам нужно разметить теперь штуку для ослов а еще корм не взял но ничего сейчас куплю форм если у нас примерно вот таким вот образом вдоль дороги пойдет забор то я бы хотел чтобы вот этот краешек был она большая штука до из двух сторон пускай вот с краешку здесь будет вот как то вот так и здесь есть немножко место сзади будет да вот так вот мы где-то отсюда заборчиком это все обнесем вот так да в принципе нормально 8 камней берем непременно почему один вот 231 камень пом 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 220 камней в минус теперь у меня есть на фундамент и поехали готова первое здание есть и что я сделаю в первую очередь нажму смастерить деревянное копье и мне нужно два штука так две штуки деревянных копьев копить есть мы их берем в четвертый слот так и вот как-то вот так делаем отлично где у нас так надо вот так вот как-то встать бревно все бревна все доски блин мимо бревно доски сюда же ветки камень и солому ветка далеко пошла нормально солому сюда и камни нужно а еще вот эти бревна и моё хорош слушать ограниченный вес это конечно местами то еще фигня потому что вот это вот перетаскивание это все конечно нудно но вот эта изобретательность это прикольно бревна все лишние сюда камушек один килограмм а тоже пускай валяется здесь только ветки закопались да но ничего страшного погнали короче за слов быстрее в кутки уже пора так ослица самка и осел самец 3 250 купить загон для слов назначить животное да бляха муха наконец-то блин как я задолбался уже пешком ходить аманда у меня замечательное настроение не продашь ли ты мне седло и корм будь добра седло одно отлично ой подкова же надо еще да а сколько над подков одну или четыре как они тут типа пачка или что ну давай короче одну купим подкову и корма сколько есть ох сумки есть типа малый подсумок и сумкой 793 ага да раскошелился 14 монет осталось команда ты не хочешь прибарахлиться ну скажем деревянным молотком 13 монет хорошее предложение не хочешь да значит я можно было бы выставлять тут свою цену и корма то купил судя по всему не весь до аманда спасибо вам всего доброго увидимся естественно и я очень хочу посмотреть на этого осла в своем первом загоне я очень хочу это видеть и желательно я не знаю как как этим еще пользоваться но я очень надеюсь что я сейчас доеду до своего лагеря нас ли вот там беды кофигеет хозяин нас ли приехал ушел среди ночи вернулся пару раз приехал нас лет осел здорово заполнить а тут просто я зажимаешь 68 процентов это 36 процентов это 34 единицы корма осел седлать о оседлать ух блин а ну-ка иди сюда вот это аттракцион прям рады а хочу такое седло то скромная ну-ка тормозни осел что делать чтобы слезть как нет о ничего себе как-то умеет а тут написано тут написано надо нажать на x короче открыть все отдельную сумку да блин открываем все отдельную сумку у него тут седло видите ли это его одежда или что это как а вот тут в меню есть перейти к скакуну короче вот и я могу сюда подкову и сумку я хочу а это надо ему сначала положить в инвентарь что ли ну на вот тебе подковы и где-то тут у меня сумка была для тебя если я ее купил я же купил ее нет я нет не покупал сумку я не покупал ну и ладно 30 килограмм он уже может носить это хорошо значит инвентарь перейти к скакуну и вот это я должен нажать экипировать да можно надеть поверх верхового животного чтобы снизить его выносливость расходуемую при галопе гениально ну поехали давай поехали блин подождите надо сделать хороший скрин вот так ох как хорошо поехали а его можно как-то назвать перейти к скакуну осел нельзя его как-то можно передать персонажу смысле а я подковы блин ребята если кто не знает можно вообще переименовать это чудо какой кайф слева от бар выносливости при галопе немножечко уменьшается потихонечку совсем эта штука должна кушать блин это точно мальчик ну это прямо кайф это кайф звуки издает хорош вообще осел красавчик анимация конечно рахитская немножко просимир чат тут носом клюет него есть еще здоровье и как его лечить интересно нужно зелье ему впихивать или еду до анимация конечно лучше от первого лица ездить или не смотреть хорош вообще просто я может быть не сильно ярко выражаю эмоции но если честно я был здесь как раз наконец-то у меня появился мой скакун ну конечно не в породистый жеребец до белого цвета но осел ну и что нормальная тема сейчас мы нашим ребятам тут а он прыгать умеет интересно ну-ка или у него выносливость устал а может так ну-ка отдохни к сейчас я к ним там приедут они на заднем дворе работаю час кока 1255 погнали короче буду называть тебя бублик а ну вот так ддр видал до батильда смотри чё могу у меня осел и нас ли это конечно пол спайса у меня нет я не на коне но их ходите пешком дальше блин и нас лет и приснил слазить не буду вообще просто кайф с ума сойти могу ли я передвигать предметы сидя на осле значит я могу вот так вот подъехать к корзинке схватить ей о я все просыпал оп ну-ка спешится я просыпал все ребята маргаритка идешь обратно чертополох блин я его теперь так не засуну можно конечно об вот так попробовать так чертополох иди сюда в разместил ведерко поставил симпатично симпатично осел ваще кайф надо узнать как его можно переименовывать я буду называть тебя бублик я по-моему могу еще тебя и позвать до пора искупаться пойдем искупаемся где-то тут в навыках что-то было про лошадь вот свист призывает вашего скакуна у меня этот навык есть а как его использовать может быть на букву h типа хорс а нет это инвентарь я глянем g оказывается опа ты чё телепортируешься давай бублик ты чё такой печальный виду иду говорит и и шикарно бублик тут ты красава овощи обожаю тебя я с тобой расставаться не буду все зачем мне лошадь в него носил какой шикарный а ну-ка блин не та кнопка опа блин бублик черный плащ только свист не вам появится а вот где вопрос а а хорош бублик ну ты конечно красавчик шикарно так ребятушки я думаю блин забыл какая серия у нас по счету очередная серия подошла к концу вот блин не бублик иди сюда я теперь я начала хочу теперь и конец каждой серии с тобой записывать папа здорово здорово ну ка а у него есть вот у него и него нету автохода до какого-то у него есть автоход я просто не разобрался как-то правильно работает вот большое спасибо ребят за просмотр огромнейшее спасибо за ваши советы и за ваш фидбэк благодаря вам у меня теперь есть осел и сумасшедшая изобретательность которую я черпаю из ваших комментариев в том числе это очень сильно радует блин я не могу на я так прикалывает за штука которая теперь будет у нас к всему использоваться классно просто классно было бы еще разнообразие разнообразие седел или все как правильно вот было бы вообще шикарно то он держится не пойми за что вроде как за веревочку должен но нет такие дела ребятки еще раз спасибо за просмотр на за фидбэк рад буду видеть вас в новых сериях прохождение медиал дайности подписывайтесь ставьте лайки оставляйте еще больше фидбэка до встречи в новых сериях всем большое спасибо вкусного чая и добра и и и Продолжение следует...